Это желтая картонка, так называемая фитоловушка. Устанавливается она заблаговременно в тепличных комплексах, прямо над цветочными рядами. Сюда наклейку и полосу и прилипают разного рода вредители. Зачастую, так сказать, безвредные, не карантинные, мошки, мухи и так далее. Устанавливаем ловушки на определенное количество времени. По истечении этого времени снимаем их, упаковываем и отправляем в лабораторию на анализ. Ловушки эти должны провисеть определенное время. Например, в этом тепличном комплексе их установили месяц назад. Сегодня их пора снимать. Каждую ловушку подписывают номером теплицы и даже координатами, чтобы понимать, над каким именно цветком какие вредители обитают. После того, как пройдут необходимые исследования, получаем заключение. А на основании этих заключений уже делаем последующие выводы. Такие ловушки неотъемлемо часть мониторинга фитосанитарного состояния Рязанской области. Основная задача – понять, есть ли на территории теплиц разные виды карантинных вредителей. Желтые и синие цвета для ловушек выбраны не случайно. Они особенно сильно привлекают насекомых-вредителей. Обычно в теплицах используют от 100 ловушек на гектар в целях отлова насекомых. Ловушки размещают на высоте 20 сантиметров над растениями, однако могут подвешивать и в среднем ярусе или даже в нижнем. При этом они абсолютно безопасны для человека, тем более, что такие ловушки позволяют сдерживать нарастание численности насекомых-вредителей в условиях защищенного грунта. Самый распространенный вредитель в нашем регионе – западный цветочный трипс. Он повреждает декоративные растения, снижает урожайность фруктовых и овощных культур. На данный момент карантин из-за этого вредителя введен в двух тепличных комплексах региона. По только что снятым ловушкам результатов еще нет. Они только отправляются в лаборатории.